всем привет у нас сегодня очень необычные для моего канала автомобили почему множество числе потому что автомобили будет 2 как вы уже поняли это ford мустанг будет два мустанга они заехали к нам на detailing ну и я увидев их подумал что надо обязательно их показать но сейчас расскажу почему во первых когда-то давно был на заводе шелби ну то бишь на как бы завод наверно громко сказано типа такой фабрики это находилась в лас-вегасе узнаете достаточно интересная была история причем из все увидено я сделал вывод что мне кажется что шелби больше денег зарабатывать на сувенирной продукции чем на самих автомобилях производство достаточно такое небольшое на тот момент это был по моему двадцатый год и в общем то был к вид ажиотажа там никого не было я спокойно все посмотрел правда внутрь не пустили естественно все это может смотреть через стекло но на выходе на улице стояли несколько таких вот мустангов прям такие красивые красивые я чуть завис около них ко мне подошел человек достаточно взрослый но и как бы спросил откуда я что к чему в общем говорит приходи завтра я тебе все сам покажу но судя по виду человека по одежде но это был какой-то видимо из руководителя этой мануфактуры но к сожалению не получилось то что я на следующий день улетал в нью-йорк поэтому честно до сих пор об этом жалею в общем то некое представление по поводу того как это все происходит но имею но и второй момент как-то не так давно летел на самолете и увидел как раз там можно посмотреть фильмы случайно наткнулся на материал именно про форт мустанг причем это было не блогерская какая-то поделка это был такой телевизионный материал типа bbc но в общем какая-то нормальная история там как раз вся история модели и очень интересно так все было показано честно говоря после просмотра даже полез смотреть предыдущее поколение сколько что стоит в общем так цепляющий такой видос может быть кто-то видел по-моему в флоте у нас можно посмотреть в общем и тут как раз вот все это дело сейчас увидел думаю надо на все дело естественно посмотреть ну и вам показать вот здесь вот такой мустанг насколько оригинальный этот обвес но естественно это не шелби но я так понимаю это что-то типа амг обвеса причем скорее всего насколько мне думается что это скорее всего как у нас можно хаман какой-нибудь тысяч за 300 рублей купить в авито я думаю что это что-то похожее солишки потому что ну сами понимаете да по тормозам по всему здесь сразу ясно что это в общем-то не быстрый ford но тем не менее я так понимаю что кому-то это тоже нравится но во всем случае в штатах и там люди занимаются такими вещами так что не только у нас старые паномера обвешивают каким-то странным пластиком видите не старые мустанги тоже этим как-то в общем там тоже балуются да ну такой капот прям очень-очень сложный на вид но и конечно если близко так сильно внимательно рассматривать все это дело видно что это конечно такое ну кооперативное да как раньше называли но что-то подобное но тем не менее эти почитатели этого есть но этот автомобиль уже попал в россию но вы знаете интересный момент я посмотрел на цены так вот в принципе можно купить вполне себе годный вариант с адекватным пробегом от двух с половиной до трех миллионов рублей но имеется ввиду мотор 2 и 3 фордовский мотор такой стандартный но ничего неплохого не могу сказать потому что опять же брал когда-то мандео в америке в прокат с таким именно мотором вполне нормальный автомобиль на каждый день топлива да сколько-то расходует но слава богу нас топлива пока еще не очень дорогое но в общем в принципе такая идея может быть и не самая плохая на фоне напорду например китайских чудовищ которые продают по пятерке может быть и неплохой вариант потому что естественно сеть машины скопор то все они были с повреждением но опять же надо смотреть что было как делалось ну и опять же цена да вы понимаете что это очень и очень решающий фактор здесь вот внутри как вы видите но так да ну то есть качество отделки она наверно не самое лучшее но опять же ценник да то есть ценник решает зачем-то поставили красный руль с каким-то карбоном в общем так что-то смахивает на какие-то суперкары здесь вот видите видимо лампочки должны гореть в общем немного странный такой момент про тюнинг не знаю стайлинг или как как это назвать но видите в каждой стране видимо есть какая-то определенная марка модели до которые любят там чего-нибудь с ними сотворить вот здесь в штатах насколько я думаю что ford это одна из но и может быть кинди японцы недорогие обратите внимание еще даже подсветка порогов надпись загорается ну прямо вообще супер супер такой вариант но конечно если вдуматься да то есть это ширпотреб но опять же ford свое время они спасли себя в общем-то выпустив мустанг который самый красивый и самый дорогой но сейчас насколько я понимаю что вот это поколение которое вы видите и предыдущие тоже продавались неплохо был у них какой-то не очень красивый по восьмидесятых годах модель ну то есть она такая была много странная да но тем не менее я так понимаю что когда дела начинают идти плохо на ford садятся все дружно думают как сделать нормальный мустанг делают нормальный мустанг и опять не все хорошо вот конечно немножко утрирую но тем не менее что-то похожее но судя по фильму который я смотрел но в общем-то для меня такая картина появилась до родилась но в общем сзади места как вы видите прям не глобально много здесь причем есть крючочек подголовники можно повесить видимо какую-то одежду но в целом если так передним пассажирам передним пассажиру и водители немножко уплотниться сзади можно каких-то некрупногабаритных людей вполне себе поместить но что тоже неплохо но опять же за кабрик там отдать трешку в нынешнее время это прям очень хорошо потому что за трешку тот же например мини купер до кабрик но вряд ли какой-то купить годный скорее всего это будет все намного дороже на этом фоне конечно мустанг ну-ка очень нормально выглядит сейчас я вам покажу второй мустанг который стоит у нас там чуть подальше да там будет столько вариант он мне больше понравился такого приятного синего цвета но и в принципе пишите в комментариях как вам вообще вот это вот сама тема до того же мустанга но и как вы считаете все таки вот именно по цене да вот такая вещь насколько она годная но и чтобы выбрали вы вы я честно наверное выбрал бы ford чем китайца но честно опять же не сильно когда-то ну вообще никогда не смотрел на форды но как-то посмотрел ведь купе за такие деньги тот же мандео из америки тоже наверно можно за недорого купить причем с небольшим пробегом естественно опять же да по повторюсь поправлю сам себя то что это будут автомобили конечно же все аварийные вряд ли кто-то те целые автомобили покупают в америке потому что скорее всего экономически это будет нецелесообразно но медленно верно переходим к стоковому автомобилю вот такой вот мне кажется что уже лучше во всяком случае цвет может быть приятнее либо машина уже немножко более отмытое но здесь стоковая машина в общем то мне кажется что вот такой вот вариант он наверно более приятный но давайте сейчас мельком так быстренько вам его покажу потому что особенно ничем от первого не отличается штатный руль ну и все остальное в общем то как и в том который вам уже показывал ну и сейчас посмотрим что происходит под капотом причем очень интересная история сейчас вам покажу его все поймете сами посмотрите какой маленький моторчик все-таки мустанг я так понимаю что в америке наверное от 5 литров котируется меньше просто на никто даже не смотрит но и тут видно что запас под капотом такой что 5 литровый мотор вообще легко туда заскочит и возможно тоже чуть место останется ну дабы поставить какие-нибудь компрессоры еще что-нибудь то что так очень и очень любят американцы но еще вопрос к просвещенным людям насколько дороги запчасти кузовные к этим машинам не просто интересно потому что но очень много их продается я так думаю что в беларуси их продается еще больше чем у нас там где-то в авито но вот интересно просто ну переднюю часть автомобиля сколько будет стоить собрать кстати вот здесь уже ржавчина хотя пробег на автомобиле вообще небольшой ну так вот если например фронтальный удар но среднестатистически какой-нибудь все радиаторы вентиляторы бампер капот там какой-нибудь крыло ну и фара вот примерно сколько это будет стоить ну я думаю что это всем будет интересно потому что ну потому что тема в общем то такая что либо сейчас мочится в китайца либо что-то откуда привозить в моменте не совсем понятно как это делать потому что наши в общем то не самые дружелюбные соседи что-то сейчас не упускают какие-то машины и вроде как и биты тоже но в общем не знаю там постоянно правила меняются направление логистики тоже регулярно меняются на общем но тем не менее игра все равно стоит свеч но либо в общем то отдаться в лапы китайцам но вот так здесь все выглядит ну скучно да согласен здесь все скучно но вот сейчас то что мне больше понравилось вот что это такое но я так понимаю что это вроде бы относится корпусу воздушного фильтра ну и на почему это вот блин хотела было наверное назвать каким-то нецензурным словом почему это такая вот фрагмент здесь торчит вообще для чего он здесь торчит вроде бы никакой смысловой нагрузки на первый взгляд у него нет но опять же вот фары да ну вроде бы американцы не самые такие дизайнерские автомобили делают по в принципе вот эта фара да и тут какие-то ходовые огни но вполне неплохо смотрится как ни странно да то есть у нас почему-то сознание что американские автомобили все какие-то некрасивые американцев можно смотреть только джипы там кунти рэнглер чирокки ну и большие какие-нибудь но опять же например тот же линкольный авигатор мне очень нравится и на мой взгляд такой классный автомобиль получился он внешне неплохо и в салоне у него прям таки совсем хорошо но на этом я думаю можно уже завершать наше изыскание пишите в комментариях какой автомобиль больше понравился синий или серый но и я думаю что может быть кому-то этот материал был полезен потому что я сам был приятно удивлен что есть какая-то конкуренция за адекватные деньги тем же азиатам ну на этом у нас сегодня все хорошего просмотра